Привет! Американские ученые разрабатывают прививку от ВИЧ. Сибиряки создали робота, который ходит по стенам и не боится мин, а казанцы изготовили суперсковородку для гигантской яичницы. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Группа ученых во главе с Мишелем Нусен-Свайгом из Рокфеллеровского университета в США пришла к выводу, что развитие ВИЧ можно подавлять без традиционного набора антиретровирусных препаратов с помощью определенных антител, полученных из человеческого организма. Согласно публикации, речь идет о нейтрализующем антителе под кодовым обозначением 3BNC117. Оно было выделено из организма одного из уникальных пациентов, обладающих природным иммунитетом к ВИЧ. Нусен-Свайг признает, что говорить о лекарстве от СПИДа пока рано, но он уже мечтает о прививках для защиты здоровых людей от заражения. А в России ученые Томского госуниверситета создали робота повышенной проходимости, который умеет перемещаться по снегу, преодолевать преграды свыше 100 метров и двигаться по нефти и газопроводам. Робот оказывает минимальное воздействие на грунт, благодаря чему его можно успешно использовать даже на минном поле. Универсальная разработка, получившая название ДУСЯ, предназначена для обследования нефти и газопроводов в труднодоступных местах для выявления возможных утечек газа, поиска и спасения пострадавших как на открытой местности, так и внутри зданий и доставки оборудования ученым в арктических экспедициях. И напоследок в Татарстане суперсковородку для гигантской яичницы изготовили на кафедре реактивных двигателей КНИТУКАИ. Пока готова только одна суперпосудина, но и за второй сковородой мастеров дело не заржавеет. Посмотреть, а главное попробовать, что удастся приготовить поварам из 2000 яиц с помощью этих приспособлений, сможет любой, кто приедет на фестиваль в Скорлупино, в село Пестрицы. В субботу из Казани туда отправятся бесплатные автобусы. Сам фестиваль начнется в 14.00. Начало кулинарного батла назначено на 16.00. Вход свободный. А на этом все.